Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Об этих и других событиях подробнее. В Анапе, как и во всем крае, впервые отмечают День местного самоуправления. Это, пожалуй, главный профессиональный праздник для работников муниципалитетов. Сегодня на торжественном совещании в мэрии наградили тех, кто внес вклад в становление и развитие Анапы. О главных героях самоуправления в материале Анны Жигаловой. Совещание совсем не походило на привычное. Официальный тон сменили на торжественный. Форму одежды – на праздничную. Награждают так не каждый день. Сегодня многие собравшихся в этом зале будут награждены медалью за вклад в развитие местного самоуправления и за выдающийся вклад в развитие города-курорта Анапы. Также, я думаю, мы с удовольствием сегодня поздравим победителей краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления». Медали вручили прежде всего ветеранам муниципальной службы. Также чествовали заслуженных работников администрации, руководителей ТОСов, активистов, общественников. Дипломами наградили победителей конкурса названия «Лучший ТОС». Призерам конкурса «Лучший сельский округ» тоже отдали дань уважения. Первое место в нем занял Благовеченский сельский округ. Много приятных слов было сказано, но не обошлось и без наставлений. Так выступление ветерана муниципальной службы Валентина Дмитриевича Машукова напомнила поговорку и кнутом, и пряникам. Похвалив коллег за сплоченность и командный дух, в конце он добавил. Получить медаль выпало не каждому. Учительница русского языка и литературы Лилия Кожемяка совсем не ожидала такого подарка судьбы и считает, что это заслуга прежде всего ее учеников. Я благодарна своим первым ученикам, которые помогли мне стать учителем. Сегодня прозвучали в зале фамилии Дервяен, еще ребята мои. Это те, с которыми я работала. Я благодарна своей учительской судьбе, так хорошо пошло. И действительно, многие из бывших учеников Лилии Ивановны добились блестящих успехов. И за это в ответ благодарят свою наставницу. Можно сегодня делать золотые изделия, а делать золотые души, золотые мозги намного-намного сложнее. Поэтому, наверное, самый неоценимый труд – это труд педагога. Анна Жигалова, Роман Карпов, Игорь Куршаков, Анапа. Регион. Сегодня во всем мире уже 29 лет отмечают Международный день памятников и исторических мест. Этот праздник установлен в Ассамблее Международного совета по вопросам охраны памятников, созданной при ЮНЕСКО. Заслуги русских солдат в годы русско-турецкой войны и Великой Отечественной дали Анапе полное право носить почетное звание «Город воинской славы». О знаменательных событиях в жизни города и о народной памяти, увековеченной в камень, расскажет Светлана Авилова. 9 мая россияне отметят 70-летие Великой Победы. Анапа, как и другие города Кубани, доблестно сражалась с врагом. Поэтому на курорте много памятных мест, которые не дают забыть о подвигах русских воинов. Ратная история Анапы уходит корнями в далекое прошлое. Во времена, когда на месте нынешнего курорта располагалась турецкая крепость. Именно она стала важнейшим стратегическим, политическим и опорным пунктом, который превратился в настоящий камень преткновения двух держав борьбы России с Османской империей. Пять раз в течение 45 лет русские войска отправлялись на штурм крепости. Более 12 тысяч воинов полегло под ее стенами. И только на шестой раз крепость покорилась русским. Рядом установлен памятник Алексею Даниловичу Бескровному, герою войны 1812 года, герою боев за Анапу. Бескровный родом из бывших запорожцев, переселившихся на берега Кубани. На военную службу поступил простым казаком. Прошел путь от атамана генерал-майора и до наказанного атамана Черноморского казачьего войска. Участник 13 войн из 100 сражений. Полководческий талант и мужество командира таманского сводного казачьего отряда сыграли решающую роль при осаде крепости Анапа. За взятие Анапы награжден орденом Святого Георгия IV степени. Человек, с которого началась история курорта Анапа, Владимир Адольфович Будзинский. Именно он открыл первый в Анапе санаторий водолечебницу летом 1900 года. Сегодня это санаторий «Маяк», который принимает на отдых лечение жителей со всей России. Памятник Будзинскому был установлен на средство санатория Кубань в 1998 году. Гранитный постамент доставлен из Украины. На нем надпись «От благодарных анапчан в день столетия курорта». Свято-Ануфривский храм – архитектурный памятник середины XIX века. Его строительство началось в 1829 году на месте турецкой мечети. В 1837 строительство было окончательно закончено, и его посетил сам император Николай I. В ходе Крымской войны был разрушен турками, а в 1871 началось его восстановление на пожертвования анапчан. Трагическая статистика первых лет революции фиксирует убийство священнослужителей, конфискацию церковного имущества, вскрытие святых мощей. Уже в 1929 году в стране закрылось более 400 храмов. Началась эпоха наступления на религию. Во времена хрущевских гонений в 1964 году Ануфривский храм был закрыт. Позже с него сняли купол и переоборудовали под дом пионеров и школьников. Здесь проходили пионерские слеты, пленумы городского совета, работали пионерские кружки. 1 декабря 1991 года церковь восстановлена и отреставрирована заново. Вновь ее золотой купол радует жителей и гостей нашего города, а колокольный звон напоминает о течении времени. Анапский археологический музей Горгипи является единственным в России музеем-раскопом под открытым небом. Здесь можно видеть несколько открытых кварталов Горгипи, 2-го и начала 3-го веков нашей эры и магистральную улицу. Ее проезжая часть вымощена плитами, по бокам, вдоль домов тянутся тротуары. Мостовая делалась в то время, когда единственным видом транспорта являлись колесницы и повозки, запряженные валами. Благодаря тому, что на территории города есть этот памятник, наши посетители, жители города могут прийти и соприкоснуться с историей, увидеть, хотя бы представить себе воображение, как жили люди 2,5 тысячи лет назад, чем они занимались, в каких богов верили, что их вдохновляло для того, чтобы создавать шедевры, которые мы храним. Археологический музей часто посещает российский политический деятель Владимир Жириновский. В книге отзывов он оставил самые теплые пожелания. В связи с указом президента Российской Федерации о присвоении Анапе почетного звания «Город воинской славы» на улице Ленина между улицами Крепостной и Протапова 11 января этого года начались работы по установке стелы. Конструкция создавалась в Москве скульптором Салаватом Щербаковым и авторским коллективом архитекторов. Высота памятника около 15 метров. Благодаря археологам точно известно, выбранное для главного памятника Анапе место имеет историческое значение. Ведь он находится там, где проходил крепостной ров и где в годы русско-турецких войн наши войска проявляли неподдельное мужество и героизм. Торжественное открытие стелы «Город воинской славы» состоится 9 мая в День Великой Победы. Светлана Авилова, Алексей Мухортов, Анапа Регион. И новости спорта. Сегодня в России отмечают День образования Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Сегодня это 87 региональных организаций, 13 министерств и ведомств, почти полтора миллиона человек, основная часть которых сотрудники правоохранительных силовых структур. В «Динамо» более 200 спортивных объектов, где работают бесплатно около 1000 спортивных секций и детско-юношеских спортшкол. В Анапе 90-летний юбилей «Динамо» отметили сотрудники и курсанты Института береговой охраны ФСБ России, как и положено в спортивной форме и на стадионе. Вадим Розин продолжит тему. Продолжать и приумножать спортивные традиции – задача современных «Динамовцев». В Омске на спартакиаде образовательных учреждений из 12 команд Анапская сборная Института береговой охраны заняла 5 место по рукопашному бою в командном зачете, а в личном первенстве – одно второе место и два третьих. Учеба и постоянное занятие спортом – основные принципы Института. А то, что себе нужно всегда в тонусе держать, ну вы знаете, можете лично с меня пример брать. Я без какой рекламы, но еще в свои 55 лет я готов 15 раз потянуться и, соответственно, пробежать кросс. Вы посмотрите натовских генералов, там ни одного генерала, которому под 60 лет нет с такими животами и все остальное, потому что все нормативы сдают. В эстафете по 800 метров бок о бок с курсантами и рядовыми участвовали офицеры, примером показывая, каким должен быть защитник Родины. Бег 100 метровка – 14,2 секунды, это на оценку 5. Трехкилометровый кросс – 12,3 минуты. И подтянуться нужно не менее 15 раз. В институте уделяется большое внимание в целом спорту, физической подготовке, поскольку наша задача преподавательского состава, руководства института – это подготовить наших будущих защитников Отечества, защитников наших рубежей, сотрудников органов госбезопасности крепкими, сильными и здоровыми, поскольку мы считаем, и все, наверное, об этом говорят, что наши курсанты – это золотой фонд нашего будущего. Трое курсантов, благодаря физической подготовке, полученной в стенах института, выполнили норматив мастера спорта. В перспективе таких достижений станет больше, поскольку руководство института планирует провести серьезную реконструкцию спортивной базы. Буквально в ближайшее время наш спортивный комплекс уходит на реконструкцию, и через год это будет современнейший спортивный комплекс в системе общества «Динамо», в системе Федеральной службы безопасности, и где мы можем проводить соревнования не только внутри института, но и с привлечением уже других спортсменов, студентов других вузов. Простые упражнения, такие как бег, подтягивания и подъем с переворотом, которые постоянно делают курсанты, держат их в тонусе. Таких богатырей, как говорится, голыми руками не возьмешь. И пока спортивной, физической и боевой подготовкой уделяется такое внимание, страна может спать спокойно. Границы на замке. Вадим Родин, Роман Карпов, Анапа-регион. После короткой рекламы прогноз погоды на завтрашний день, который выходит при поддержке партнера стоматологической клиники «Визит». Реклама пройдет быстро, не переключайтесь. Дентальная имплантация – это вживление искусственных имплантатов для протезирования зубных рядов. И, соответственно, не во всех случаях возможны эти имплантаты вживить. Предварительно производится формирование альвеолярных отростков по типу костной реконструктивной пластики. Диагностика проходит на единственном в Анапе конусно-лучевом компьютерном томографе. Анапа, улица Ленина, 141. В пятницу 19 апреля в Анапе будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха в дневные часы 12-14 градусов тепла, ночью около плюс 10. Ветер переменный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте 11 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи 4 квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова